В 2009-2010 годах в Азбестовском городском округе реализована целевая комплексная программа «Психопросвещенная Азбест». Сложившиеся в ходе программы партнерские отношения с различными городскими организациями стали фундаментом для дальнейшего развития комплексной психиатрической помощи в городе Азбесте, а именно создания нового межведомственного направления реабилитации. Так, 15 октября 2010 года совместным приказом в Азбестовском городском округе была организована межведомственная мультидисциплинарная бригада по реабилитации лиц с психическими расстройствами. Утверждены положения, план и состав бригады. Ключевым моментом при разработке плана являлось то, что включенные в него мероприятия были предложены самими учреждениями и были действительно осуществимы. В дальнейшем в организациях были приняты необходимые внутренние нормативные документы, регулирующие работу в данном направлении. Назначены ответственные исполнители и кураторы. О психиатрической больнице совместно с Управлением социальной защиты разработаны межведомственная карта социальной реабилитации МКСР, обсуждены план, форма и модели функционирования бригады. В феврале 2011 года на заседании бригады было принято решение о запуске данной модели реабилитации в действии. 17 февраля для прохождения межведомственной комплексной социальной реабилитации был направлен первый пациент. У меня было пару принудительных лечений. После освобождения из больницы мне социальные работники, два курата, предложили пройти реабилитационную программу. Хочу сказать, что она очень важная и помогает. Я стал больше общаться, плюс стоматологии я бесплатно вылечил все зубы. Есть клуб здесь для инвалидов, собираются два раза в неделю, общение, все. С художниками стал общаться, в углем нарисовал первую свою работу. И вот благодарность получал. Понравилось, то есть, людям. И это. Ну, познакомился и общение, и все. Полезная штука. Короче, всем советую так делать. На момент подготовки данного фильма в реабилитационном процессе принимает участие 6 человек. Появились первые результаты. У участников реабилитационного процесса сформировалось свое мнение, с которым мы вас хотим познакомить. В этом году мы запустили эту программу. На приеме у нас непосредственно в управлении соцзащиты было обращение 5 человек. То есть, индивидуальный подход и прием граждан, он дает возможность, как бы, ближе, ближе понять, ближе понять их, значит, возможные какие-то вопросы задать, непосредственное, как бы, скажем так, общение один на один, да, может дать определенный результат, который не достигнешь, допустим, в какой-то общности многих людей, которые, ну, некоторым образом закрыты. А когда вот такая возможность, она дает определенный результат. Люди старшего поколения с удовольствием, и для меня это было, как бы, неожиданностью, может быть, даже и, наоборот, удовольствием, что люди приходили без какого-то предвзятого отношения, что, у чего я туда пойду. То есть, это не было видно, что человек идет с каким-то напряжением. То есть, он шел с удовольствием, он шел за помощью. И явное желание, значит, обратиться, и как будто, как он предполагает, что, возможно, ему оказана будет помощь, и это дает даже и нам возможность каким-то образом более расположиться к человеку, в общем-то, сложной категории. Потому что, как бы, и как человек, он всегда чужой недоступен и не совсем понятен. А тут, тем более, люди с такими расстройствами очень важно не обидеть, важно понять проблему и постараться решить. Уже по рекомендациям тех или иных специалистов можно понять, куда настроен человек, если, допустим, кому-то нужна досуговая среда, среда общения со сверстниками, кому-то нужно трудоустройство. То есть, в любом случае мы проводим информирование, консультирование по социально-бытовым вопросам, где уже человек, как бы, в комплексной реабилитации, он уже может быть определён, определён в тот социум, где ему будет хорошо. И это важно. И в нашем городе, я думаю, что эта программа будет иметь большой успех, результат. И я думаю, что наш опыт, может быть, в дальнейшем будет нужен и другим управлениям, которые будут заниматься такими, в общем-то, сложными вопросами, но очень необходимыми. Около полугода назад нам предложили идею реабилитации людей, страдающих психическими заболеваниями. Нам идея очень понравилась, потому что речь идёт о психосоматических заболеваниях. То есть, как бы, в медицине принято, что не бывает отдельно болезнью у человека, она всегда связана с... имеет смежные границы. То есть, и люди, которые подлежат реабилитации по межведомственной комплексной программе реабилитации, они страдают не только заболеваниями психического пана, но и имеют ещё соматические отклонения и нуждаются в реабилитации. Получается так, что эта группа людей, они просто выкинуты из-за медицинского внимания и, как бы, посещают только своё лечебное учреждение, и тем самым являются недообследованием, у них копятся проблемы, связанные с препаратами, которые они принимают. Как бы, идея была очень неплохая. Благодаря усилиям этого реагерина мы включились в проект, предложили для таких больных посещение нашего Центра здоровья, который открыт под эгидой национального проекта «Здоровье России», и посещение отделения восстановительного лечения. Это люди, которые перенесли инфаркт миокарда, реабилитационные мероприятия, которые перенесли инсульты, неврологическая реабилитация. То есть, получается, что мы включились активно вот в этот процесс. То есть, люди, которые посещают Центр здоровья, мы объясняем им, как необходимо себя вести, чтобы не заболеть в последующем. То есть, основные направления работы Центра – это коррекция массы тела, это объяснение людям о правильной физической активности, планирование индивидуальной программы сохранения и укрепления здорового образа жизни, проведение скринингового мониторинга. То есть, на базе Центра здоровья мы определяем основные параметры жизнедеятельности человека, основные важные параметры, и мониторируем их. То есть, например, на базе Центра проводится оценка дыхательной системы, электрокардиографии, скрининговых характера, контроль уровня глюкозы, холестерина крови. И на основании данных, которых мы получаем, мы разрабатываем индивидуальную программу реабилитации. В ходе зарождения идеи, конечно, был определенный страх перед, скажем так, этой категорией лиц, потому что мы не профессионалы, то есть лечебники не профессионалы в области психиатрии, и наш, скажем так, кругозор знаний, он очень ограничен именно институтской программой, то есть, что мы изучали. Конечно, был определенный страх, что эти люди неадекватные, неконтактные, что они могут принести определенные проблемы, внести, скажем так, какие-то изменения в работу учреждения, в наши порядки, в наши устои. Но вот на основании того, что мы поработали, приняли определенное количество людей, как бы люди приходят к нам на реабилитацию, они компенсированы, они адекватные, они контактные, то есть работать с ними просто и легко. Это страх ушел, проблем больше нет. Азбестовский центр занятости связывают давние партнерские отношения с психиатрической лечебницей, больницей номер 9. У нас заключено соглашение совместной деятельности, которое ежегодно лонгируется. В рамках этого соглашения мы предоставляем вакансии для пациентов больницы, приглашаем их для участия в ярмарке вакансии. Когда встал вопрос о создании межведомственной бригады по реабилитации лиц с психическими расстройствами, Азбестовский центр занятости откликнулся на предложение и больницы, и управления соцзащиты стать членом этой бригады. В рамках этого у нас есть специалист, который отвечает за сотрудничество с ними. Еженедельно мы отправляем сведения о наличии вакансий в психиатрическую больницу, информируем их о всех мероприятиях, которые проводим в центре занятости. Поскольку сейчас везде идет оптимизация расходов для оперативной связи, мы сейчас стали использовать электронную почту. То есть всю информацию мы предоставляем в больницу по электронной почте. И наша совместная деятельность в принципе уже дала положительные результаты. По имеющимся в центре вакансиям, которым мы предоставили в психиатрическую больницу, было трудоустроено два человека. Мы считаем, что это только начало. В дальнейшем мы будем продолжать взаимодействие тесное и оперативное. И на сегодняшний день уже есть определенные дальнейшие наработки нашей деятельности. В том числе, сейчас у нас есть договоренность, что мы предоставляем не просто вакансии по городу, но также вакансии на временные общественные работы будем предоставлять. Ну и в дальнейшем расширять свое взаимодействие. Создана межведомственная комиссия. И нас, как представителей инвалидов, в частности, меня и моих коллег по клубу «Милосердие», который был создан в конце того лета, включили в состав этой межведомственной комиссии. Ну, в частности, я хочу сказать, что меня включили. Может, это не скромно звучит, но... Это очень важно. То, что меня включили в эту комиссию, это помогает мне в моей деятельности в клубе «Милосердие» и Российской общественной организации «Новые возможности» Азбестовское местное отделение. Почему это важно? Потому что тут, как бы, комплексная реабилитация происходит в болезни не только психических, но и физических. И в частности, хочу сказать про наш клуб, что в нашем клубе мы занимаемся именно реабилитационной деятельностью тоже. В частности, некоторые могут рассказать стихи, некоторые могут спеть, некоторые могут играть на гитаре. Потом мы проводим в нашем клубе арт-терапию. Художники, например, рисуют, а мужчины, у которых нет удара рисования, помогают им тем, что выполняют работу следующую. Мы делаем рамки для их картин, при этом, как бы, обостряется, я бы сказал, чувство локтя, потому что рамки для картин, для того, чтобы сделать рамку для картин, нужно задействовать несколько человек. Помогают также в развитии памяти, потому что там операции, в какой последовательности делать, нужно запоминать. Это порядка, я считаю, где-то порядка 10 операций или около того. Я еще раз хочу подчеркнуть, что это очень важно, то, что нас, меня в частности, как председателя Азбестовской местной организации новых возможностей, включили в состав межведомственной комиссии. Заведующая терапевтическим отделением Клавдия Николаевна Пульникова. Мы, конечно, были удивлены, что стоматология попала в раздел медицины, которую включили в программу социальной реабилитации пациентов, психоневрологического диспансера. К нам приходят пациенты, ну, как сказать, сложные, направляют их. Здесь уже мы их распределяем, назначаем, расписываем по врачам и доводим до полной санации. С пациентами, конечно, сложные, с низкой гигиеной полости рта, с множественным кариесом. Например, из 32 зубов 23 подлежат лечению, удалению. Бывают и такие. Ну, замкнутые. Приходится вначале найти с ними контакт, войти, найти общий язык, чтобы они продолжали санацию полости рта. Проводим с ними беседу о необходимости гигиены. Подбираем и рассказываем о средствах гигиены индивидуальных, а затем уже проводим санацию. Лечение длительное, в пределах 1-1,5 месяцев происходит, потому что очень большое поражение зубов кариесом, его осложнениями. Ну что, хотелось бы, чтобы программа существовала, и куда-то стоматолога включали в другие программы социальные. Продолжение следует...